Я от вас требую, верните мне деньги. Девушка, я мечтаю. Хорошо. Стой, стой. Какое привилегие? Была привилегия? Была, была. Он забрал у меня её. Ты ей воспользовался? Мне надо, он воспользовался. Здорово, дружище. А ты когда-нибудь мечтал сняться в антигрифер-шоу с каким-то ютубером? В общем, я собираю реальных пацанов, которые антигриферы, настоящие антигриферы, которые вместе со мной пойдут сегодня ловить на сервере гриферов и наказывать их так же снимем совместный видосик. Если ты хочешь попасть в видосик и стать настоящим антигрифером, прямо сейчас заходи на наш КубМС сервер, айпи нашего сервера в описании. Мой ник на сервере Манник. Я тебя жду на втором выживании. Залетай и вместе поснимаем видосик. Давай, я тебя жду. Ребята, всем привет, с вами Манифест. И прямо сейчас ко мне в квартиру ломится, короче, какая-то женщина с каким-то ребёнком. Блин, я вообще не понимаю, что происходит. Кто это? Вы кто? Представьтесь, пожалуйста, я ещё раз спрашиваю. Почему я должен открывать дверь незнакомым людям? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мы войдём? Да, заходите, конечно. Мама. Ну не, давай. Мама. Что происходит? Мама. Что такое? Что делать тебе? Кто вообще такие? Представьтесь. Мы меня не задрадствуйте. Извините за вторжение. Меня зовут Светлана. Это мой сын Владислав. Вы Манифест. Да, да, я Манифест. Есть к вам разговор. Тема такая. Мой сын играет в игру. С вами. Так, давайте дайте их сделать. Пройдём в комнату и вы мне всё нормально расскажите. Можно, да? Да, да, заходите. А ещё раз объясните, пожалуйста, кто ты вообще такой? Я донатер твой. Тебе 600 гривен на Минкрасе донатил. Ты меня сам заставил. Подожди. Слушай. Короче. Говорю я. Он украл у меня деньги. Ага. Эти деньги потом вы украли у него. Объясните мне, пожалуйста, каким всё это произошло способом. Мы пришли, я лично пришла к вам, чтобы вы эти деньги нам отдали. Я, во-первых, у него ничего не воровал. Он сказал, что вы у него украли деньги. Подожди, зачем ты маме сказал, что я у тебя украл деньги? Посмотри сам, на стриме твоём донат в размере 600 гривен. Ты у меня купил, объясняйся просто, внятней. Я у тебя купил на сервере. Донат, правильно. За 600 рублей. За 600 гривен. Что значит донат? Что это вообще мне объясните? Ведите меня вообще в курс дела. А, вы вообще не в курсе на это? Нет, я вообще не в курсе. То есть он играет в Майнкрафт, вы знаете. Он купил привилегию, чтобы у него были за 600 рублей туда. Да. То есть у нас есть такая функция. Я у него не заставлял его, не предлагал ему ничего. Он сам взял деньги и пошёл, положил в игру, чтобы у него была привилегия, чтобы он мог всякие действия выполнять, которые не мог обычный игрок выполнять. То есть это всё в игре происходило? А ты мне что сказал? Нет. Так что? Как всё оказалось? Я? Кто врёт? Ты врёшь? Он врёт, да? Он врёт. Он мне не прожил привилегию и всё. За что ты мне привилегию забрала? За то, что ты в первый? Рассказывай. Давайте, вот теперь с этого момента давай рассказывай. Ты, смотри, ты у меня украл деньги. Правильно. Какого хера ты у меня их взял? Для чего? Для игры. Хорошо. Что в этой игре? Вот оно тебе способствует... Они тебе принесли какую-то пользу? Привилегию. Какую привилегию? Была привилегия? Была. Но он забрал у меня её. Ты ей воспользовался? Ненадолго он воспользовался. Правильно. Какого хера вы забрали вообще у него, извините, привилегию? Потому что он врушал правила. Какие правила? Что происходит? Я тебя со школы, блядь, вожу, отвожу. Я тебе экономлю на булочки, на конфетки, на чаёчек, на хера ещё узнают что. А ты что? Да, мам, что ты вообще ругаешься? Они вообще снимают. И что, мать, влядь? На канал себе заливают. На какой канал? На свой аутуб канал. Тебе будут видеть больше тысячи людей. То есть ты уже сейчас на нас зарабатываешь бабки, что ли? Я не поняла. Конечно, мам. Потому что ты кинул нас. Ты ещё и бабки зарабатываешь? Я ещё и не зарабатываю. Я снимаю видео, которое я залью на ютуб. Он знает. Я это всё на ютуб записываю. И что? Зачем? Чтобы вот видели вот таких вот неадекватных вот школьников, гриферов, которые себя плохо ведут. Я его что начал снимать? Он матюкался. Вы как ещё воспитываете? Он матюкался, обзывался на меня. В смысле матюкался? Матюкался, не насыпался. Да, он очень хороший, примерный мальчик, послушный. Обзывал других игроков, мешал играть на сервере. Всем мешал играть. Собственно, за это у него забрал привилегию. Мам, не верим, он мошенник, он деньги у детей забирает, такие же, как и я, 13-летних. Короче, ребят, я ничего не хочу слышать. С тобой насчёт того, что ты у меня стырил деньги, я поговорю отдельно. А с вас, молодой человек, я требую, верните мне деньги. Подождите, я у вас лично забирал деньги? Вы у меня лично нет. Такие ко мне претензии. Как это какие? Ваш ребёнок взял сам, перевёл деньги, неизвестно куда. У тебя есть чека о покупке? Нет. То есть, когда оплачивают любую покупку, вы должны знать, есть чек. Да. Получают чек, и в течение определённого времени продукцию можно вернуть. У тебя чек есть? Вот если ты мне сейчас чек покажешь, распечатанный, я тебе возвращаю деньги, и всё, извиняюсь перед вами. Доказательств, то есть, никаких. То есть, как ты сейчас будешь? А у меня есть доказательства, вот тут на планшете, как ты матюкался. У нас в прямом эфире, он в прямом эфире, его смотрело более тысячи человек. Да. То есть, видели, какое у него воспитание, как он матюкался, оскорблял других игроков, и нарушал правила, которые есть на сервере. У меня в планшете всё есть. То есть, у меня на канале, как бы, в закрытом доступе, но я могу с вами показать. Показывай? Не надо. Короче так, мне неинтересно, что происходит у вас внутри, между собой, где, кто, куда, кому. Я от вас требую, верните мне деньги. Девушки, я вам ещё раз... Хорошо. Что, значит, всё, ладно. Значит, я забираю... Вы не хотите мне ничего возвращать? Я вам не буду. Я забираю планшет. Подождите, на каком праве вы забираете планшет? А на каком праве вы у нас забрали деньги? Я вам ещё раз говорю, забрал их ваш сын, украл он у вас тоже, я ничего у вас не знаю. Меня это не интересует, он мне объяснил, мне, куда он их вложил. Вы его обманули, правильно? Вы его кинули в своей вашей игре. Вы у него их выманили, получается. А дайте, пожалуйста... Девушка, вы что, издеваетесь? Вам сколько лет? А дайте получать, пожалуйста. Хорошо. Короче, я так понимаю, что по-хорошему у нас всё это дело не получится вообще никак. Так, я звоню в милицию, в полицию, в президенту, кому хочешь, блядь, я сейчас говорю, господи. Так, сына руки убрала, я тебе сказала вообще. Сейчас сына толкается. Так, всё, сейчас. Снимаете? Снимаете? Хорошо. Я буду снимать. Что у нас тут? Ага, сейчас набираем номерок. Всё. А мама, всё надо делать, я курить. Всё, как? А ты чё? Ты чё? Ай, здравствуйте. Я в полицию, да, попала, всё правильно? Майор Петренко, очень приятно, я его новая Светлана. Короче, слушайте, у нас такая ситуация. Мой сын, нет, да, мой сын попал, короче, тут в одну такую ситуацию неприятную. Молодой человек у него вымогал деньги. Да, да, это всё происходило в компьютерной игре, это всё через интернет. Короче, мне надо наказать этого молодого человека, потому что он по-хорошему не хочет ни вообще со мной разговаривать. Вы понимаете, что вы всё равно ничего не докажете, у вас нет никакого ничего. Молодой человек, я всё докажу. Да, извините. Да, я вас слушаю. Да. Хорошо. Я могу приехать сейчас к вам? Да, вместе со своим сыном. Мы сейчас приедем к вам, мы пишем на молодого человека заявление. Да, мы знаем адрес, мы знаем фами... Нет, фамилию не знаем. Ну, в любом случае, мы знаем адрес, я думаю, что этого будет достаточно. Хорошо, что дети мы сейчас приедем. Ага, всё, заходи. Так, а ну давай. Лена, скажи, ты что, не куришь, а? Нет. А ну быстро сигареты сюда дам. Сигареты по золоту! Пальшку всю давай. Нет. Давай! Я сейчас буду лазить по карманам. Быстро. Ага, курим, возможно. Я тебе, тебе 14 лет, 14 лет тебе, какого хера ты вредишь своему здоровью? Скажи мне, пожалуйста. Зачем? Ну, друзья, Коля, убысти меня. Вот Пава не надо. Не надо. Вот не знаю Пава. Как? Не надо. Папа, тебя баранин рог сотрёт. Ты понял меня? Да не надо, мам. Так, короче, мы едем в полицию? Какая полиция, мам? Я никуда не поеду. Поедешь? Мам, не поеду. Вот это вот, я тебе хер больше карманные деньги буду давать. Ты понял меня? Ты понял меня? Понял. Так, дружочек, насчёт карманных денег. Давай, я тебе сегодня утром сдавала деньги на ремонт школы. Давай, вперёд. Я же их сдал, мама. Нет. Мама, я их сдал. Давай, давай, давай. Давай. Мама, нет. Быстро сказала, деньги дай. Сигареты нашёл, где купить? Откуда? Давай, вперёд. Давай ещё доставай. Давай все доставай, которые есть. Всё. Это всё? Это всё. 200 рублей я тебе давала сегодня, чтобы ты сдал на ремонт школы. Это вот это вот всё? Мама, нет. Сюда сядь быстро. Сюда и в глаза мне смотри. Я вот говорила уже Мария Ивановна мне, что ты куришь. Вот не верила я ей, доказывала, что ты у меня очень примерный, очень воспитанный, хороший мальчик. Ну это да, я не курил. Когда ты не курил? Десять дней назад ты не курил? И полгода назад ты не курил? А сейчас ты вдруг начал? Это что вообще за дела? Я тебе сегодня говорю. Вот б***ь я сегодня. Я тебе обещаю. Сегодня же папа обо всём узнает. Не надо папе. Всё. Надо папе. Не надо папе. Всё, ты украл? Он вымогал. Всё, короче. Я в ещё раз говорю, что и чили воровал. Так, всё, давай, пошли. Сейчас запей на шуток гривен. Наше время это не деньги, мам. Шо? Не деньги? Не деньги. Чё ты левишься? Ты посмотри, не деньги он ещё мне будет говорить. Я, б***ь, работаю днём и ночью за эти шест... Ах, б***ь, не деньги. Завтра идёшь... Я тебе говорю, я тебе устрою сейчас весёлую жизнь. Ни копейки больше денег у меня не получишь. Завтрашнего дня. В школу не ходишь? Всё равно один хер ты плохо учишься, правильно? Одни двойки. Курим. Что так вот теперь, чтобы на вот это зарабатывать? Чтобы, вернее, это покупать. Ты сейчас будешь на это зарабатывать. Ты меня не возьмёшь, мам. Как ты? Ты это жалей. Пссс. У меня там дядя Гриша плиткой заведует. Я тебе говорю. Ты идёшь работать. Так, тебя ещё раз спрашиваю. Ты бабки возвращаешь? Я не буду ничего, я у вас ничего не забрал, я вам ничего не возвращаюсь. Всё, отлично. Ты идёшь работать. Что ты камеры... А мы идём. Слушай, руки. Я иду в полицию, всё, сейчас с полиции мы придём. Всё, вы маму завели. Всё, до свидули, я не прощаюсь. Хорошо. Ребят, что интересно, что же произошло дальше? Если вы очень сильно ждёте продолжения прямо сейчас, подписывайтесь на мой профиль в Инстаграме. И как только под последним постом наберётся 3-4 тысячи лайков, я сразу же вылаживаю продолжение этого видео. Посмотрим, насколько же вы ждёте продолжения. Также делитесь этим видосом со своими друзьями, подписывайтесь на этот канальчик, ставьте лайки и оставляйте какие-то позитивные-позитивные комментарии. Всем добра и ждите продолжения.